То, о чем говорят в народе, то, о чем умалчивают власть имущие. Чрезвычайные происшествия, затянувшиеся конфликты, наболевшие проблемы. Об этом в программе «Резонанс» сегодня в выпуске. В службе исполнения наказаний избили сотрудника. Социальные работники утверждают, их центр разваливает начальница из родины. Кто крутит деньгами пенсионеров и инвалидов? Одно из самых закрытых для журналиста мест – это объекты пенитенциарной системы, то есть тюрьмы в колонии. Но если ранее нашего брата еще пускали снимать репортажи в одесской колонии, то сейчас, по-видимому, такая практика прекратилась. Если ранее я смог снять целый фильм «Несколько оттенков серого», так он назывался, «О жизни за решеткой», то теперь могу об этом только мечтать. При руководителе пенитенциарной системы Одесской области Александра Зеленко мы приезжали, когда на нас доходили слухи о том, что в колониях бунтуют. Он нас ввел туда, показывал, что идет обычная жизнь, разрешал говорить с зэками. Можно сомневаться и рассуждать о том, что это все залипуха. Правду о жизни за решеткой они все равно всегда скрывали. Что ночные смены, швейных мастерских, карцер, малолеток в СИЗО вам никто не покажет. Не покажет избитых милиции и умирающих зэков. Но ранее хотя бы хорошую мину при плохой игре им удавалось сохранить. Гласность играли. Я с ними часто ругался. Зачем вы все приукрашиваете? Зачем перед интервью в СИЗО нарядили зэчку в чужого плеча роскошное платье? Посадили в комнату психологической разгрузки. Рядом аквариум, там рыбы плавают. Она же бродяшка. На волю никогда ничего подобного не носила. Дома у нее, где бы можно было поставить аквариум, никогда не было. Что-то чушь. В эту комнату психологической разгрузки приходят зэки стучать начальству. И носят не радужные платья, а робы с номерками. Чего вы хотите, чтобы нищие граждане, увидев вашу фальшивую красоту, да как тут кормят, мясо вот такие, килограммовые кусищи, такие тут библиотеки, концерты, кино, чтобы эти нищие граждане побежали убивать и грабить, чтобы в этот рай попасть? Давайте правду покажем. Как есть? Ответ нет. У вас находятся осужденные на пожизненное. Сколько раз спросил, покажите, как они живут. Нет. Недавно моей матери позвонили, разводила ночь. Сказали, что сын попал в милицию, сбил кого-то на машине. Нужно три тысячи долларов. Ну, мама, конечно, за сердце хваталась, плохо и стала. Я жалею, что поздно узнал об этом звонке. Может быть, удалось вычислить негодяев. Так вот, бизнес, этот развод людей на деньги ведется за решетки. Заключенные взванивают всех ночью и сообщают, что сын, дочь попали в аварию. Потом какие-то люди приезжают, забирают деньги у напуганных родственников. Мне кажется, что телефоны им, зэкам, то есть, негласно разрешают держать только из-за этого, чтобы вдоль быть. И разговоры заключенных прослушивать. Ну, ладно. Так получилось, что в прошлой программе мы рассказали вам об избиении следователя Партофранцисковского РОВД ППСниками. С его слов по приказу начальства. Это, кстати, тот случай, когда милицейское начальство отмораживается, делает вид, что никакого сюжета не было, ничего оно не видело. Ну, ничего, придется к ним съездить. Разгра идет к Магомеду. Так вот, в этот раз у нас история офицера из пенитенциальной системы. Вот тоже избили. По его словам, тоже начальство. Григорий целый день дома, с дочуркой. Оба болеют. Она кашляет, простуда. Он на больничном по другой причине. В диагнозе сказано черепно-мозговая травма. Как следствие, тугоухость, ухудшение зрения, ушиб мягких тканей головы, ссадины на левой руке. Он работает в управлении потенциальной службы Украины в Одесской области. И, по его словам, не понравился он начальнику отдела по работе с персоналом Александром Дмитриенко, который зло шутил над Григорием, а вообще вел себя как дед в армии. Укращал салагу. А может, это характер такой, мягко говоря, дрочливый. Свидетелем таких случаев я не был, но то, что я слышал, могу рассказать. Значит, приблизительно полгода назад на стоянке 51-й колонии, ну это фактически за управлением, внутри дворика, там он побил какого-то пенсионера. Об этом даже в интернете писали. Пенсионера нашей системы, то есть нашего ветерана или бывшего сотрудника. В мае месяце Дмитриенко подрался с начальником 51-й колонии Тагиром Иминовичем. Значит, там, как я слышал, было несколько, ну там не по пьяни, там был просто рабочий день. Это на майских, кстати, где-то на майских праздниках. Значит, он стоял на втором этаже, там, где производственный отдел находится, учреждение. А Тагиром Иминович в это время курил в курилке. То есть у нас специально есть места, где разрешено курить. В остальных местах курить запрещено, и люди стараются придерживаться именно такого порядка. То есть курить там, то есть целый подполковник пошел и курил, как все сотрудники в этой курилке. А Дмитриенко стоял наверху у него, вот он в окне и курил. В служебном помещении. Тагиром Иминович, насколько я понял, был этим возмущен, сделал парушку замечаний, тот его послал. После чего Тагир Иминович поднялся на второй этаж и спустил по лестнице Дмитриенко вниз. Так получилось, что с Дмитриенко пришлось Григорию столкнуться на корпоративе. Если бы знал, что там будет Дмитриенко, я бы, конечно, вряд ли поехал туда. Шашлыки, водочка, правда, в меру. Потом волейбол на песке, купание. Григорий старался с Дмитриенко не сталкиваться. Значит, в 17 часов, проходя там, где у нас беседочки, там стояли столики, проходя между рядами, я протискивался, вот я получил неожиданный удар, ничем не спровоцированный удар. Вот, Дмитриенко в живот локтем, то есть он сидел, и он просто назад локтем меня убрал. Вот. На мои вопросы, что случилось, он достаточно, ну, в неприятной форме, начал мне объяснять, что он, типа, запрещает мне ближе, чем на 2 метра подходить. Начал узнавать, что же оно такое, он говорит, я тебе сейчас объясню. Он мне взял, фактически, за локоть, зашил и потащил в сторону мангала. Туда сразу направились несколько наших сотрудниц и сотрудников, вот, которые там по пути попытались успокаивать, вот, но он все равно меня там побил, вот, ну, фактически бросил на землю, или как это называть, то есть, ну, подсек, в общем, я валялся на земле, он там волок, пару раз ударил по голове. После этого меня сотрудники отвели на топчанчик, там дощатый такой, как бы, причанчик, и все, на нем деревянные топчаны. Все, я сидел на топчанчике, буквально в 15-20 метрах от стола, ну, от беседки. Вот, через 15, максимум 20 минут Александр Михайлович Дмитренко, вот, встал за стола и пошел в мою сторону. Подошел ко мне, вслед за ним пошел, я так понимаю, подозревая о том, что может быть какое-то вот такое вот недоразумение, пошел Корниенко Сергей Сергеевич, еще несколько сотрудников и сотрудниц. Вот, значит, Дмитренко, подойдя ко мне, начал выяснять все ли, типа, я понял, а как жить дальше, а как, и тому подобное. То есть, надо, вспомнил мне, что я его заложил от Зеленко тогда, в 12-м году. Вот, естественно, я ему отвечать в подобной манере, как бы, не собирался, он просто сказал, что Михайлович, я не понимаю, вообще, зачем портит этот вечер. Ты не понимаешь, он, значит, нанес мне удар в плечо, вот, я перелетел через топчан. Вы сидели, да? Да, я сидел на топчане, вот, я перелетел через топчан, ну, получается, через него вот так вот. Он на меня сзади, получается, насел, взял у меня в ключик, начал давить в ключик и нанес несколько ударов рукой по, там, где голова соединяется с шеей. Вот. Его оттащил, если бы не Корниенко Сергей Сергеевич, то я не знаю, я же маленький, то есть, в принципе, здоровьем, наверное, обиженный, вот, немножко. Вот, то есть, он мог бы его убить. Ну, и нравы в этом научном кооперативе хуже, чем на рынке, так говорила героиня фильма «Гараж». Григорий утверждает, что все другие сотрудники адекватные, хорошие, то есть, верься, что он склочник, попавший в здоровый коллектив, не проходит. Что было после этого? Григорий по приезду домой обращается за медицинской помощью. Недаром я говорил, что ведомство это крайне закрытое. Малейший вынос ссора из избы несказанной их раздражает. Причем раздражает не столь драчун, сколько избитый, который обратился в милицию. Это вообще преступление. Тогда начались хождения в больницу. В кирпичной переулке меня положили, вот, пролежало там две недели. На протяжении первой недели каждый день ко мне приходили сотрудники управления. Сначала просто в первый же день ко мне приехал работник УВБ и он принял объяснение и попросил, чтобы я с ним проехал к начальнику управления. Он хочет с мной побеседовать, то есть, чтобы этот вопрос не выходил за рамки системы, естественно. С доктора были против, но я их очень попросил, чтобы я съездил. Все равно же меня вернут обратно. Конечно, не оставили в том управлении. Значит, с сотрудником мы приехали в управление. Значит, меня завели в... То есть, я был в кофточке, в спортивках и в лаптиках. Все. Хорошо, хоть пару рублей было в кармане. Значит, после приезда меня посадили в приемной на стульчик. В общей сложности на стульчике в приемной я просадил час. Вот. Там есть... При проходе в управление есть служба... СКД получается, то есть, это электронный пропуск. То есть, можно спокойно проверить, когда я заходил. Вот и выходил. Значит, там провел час. Значит, на протяжении этого часа начальник, получается, меня принял дважды. Значит, через первые полчаса он там совещался со Слободневником ООМ и с работником УВБ. Вот. О чем они говорили, я не знаю. Ну, принял мне. Все. За это время мне было плохо. Секретарь мне предложила воды. Вот, захожу в кабинет. Значит, без всяких там каких-то, я не знаю, ну... Слов начальник сразу начал кричать, типа, как-то сюда зашел, типа, ну, не поустал. Я говорю, товарищ полковник, извините, старший лейтенант Тарасенко, по вашему приказанию прибыл. Вот, хотя какой-то был приказ, если передали что-то, просьба, тем более я не в форме. То есть, ну, все бывает, ладно. Может, у человека такая манера общения. Стою на ковре. Вот. Он сидит, Слободнюк сидит, представитель УВБ сидит. Вот. Как на допросе, да, то есть, вот, непонятно. Значит, он начинает мне говорить, что необходимо сделать правильное решение, забрать заявление. Вот. Выходить на работу. Я говорю, товарищ полковник, я себя плохо чувствую. Я только что, люди, вам свежий, там новый ковер в приемной, чуть его не обливал вам только что. То есть, как бы, я даже сильно захочу, я не могу выйти. Мне будет плохо действовать. То есть, мне надо в любом случае лечиться. Вот. И можно было хотя бы у меня спросить, как я себя чувствую. После этого начался цирк. Начальник управления начал просто прыгать в кресле. Знаете, прыгать. И говорит, может тебе, сынок, еще пиво предложить? То есть, разговор принял уже совсем неправильный какой-то оборот. Я говорю, да, не надо пива, мне просто необходимо отлежаться, отлечиться. Потом приступлю к работе, можно будет что-то обсуждать. Потому что лечение – это первоочередная задача. Потом, по словам Григория, его не хотели выпускать, охрана. Говорили, что получен приказ его не выпускать. Мне ж туда страшно ездить, в это управление. Хорошо, что он взял с собой пару рублей и смог уехать на трамвай в больницу. Вот это казарменное отношение к человеку, солдафонское, как к заключенному, неприемлемо. Как мне кажется. Григорий же хочет после того, как пройдут остаточные явления сотрясения, это и то, что он не слышит на одно ухо, падает у него зрение. Так вот, он хочет вернуться на службу. Между тем, Дмитриевенко не уволили, не компенсировали затраты на ничение. Посмотрим, что из этого дальше получится. Мы еще вернемся к этой истории. Когда-то давно, лет 10 назад, я делал репортаж о нелегком труде социального работника. Они приходят туда, где царит старость, болезнь, одиночество. Работник слова применительно к этим людям какое-то грубоватое. Впрочем, их чаще именуют внученьками, доченьками и сестричками. Старики подопечные узнают их по звуку шагов, с нетерпением ждут знакомого листука каблучков на лестничной площадке. Зачастую они та единственная нить, которая связывает беспомощного человека с внешним миром. Они в жару и холод вышагивают за день десятки километров, перетаскивают тонны продуктов и медикаментов, простаивают сотни часов в очередя. Но городским рабочим милосердием тоже бывает необходима помощь. В тот раз, когда я снимал, они жаловались на маленькие зарплаты, иногда на подопечных, что скандалят. Но ни разу не слышал, чтобы на начальство. Теперь же при новой власти они говорят, что механизм социальной помощи полностью развален, что командуют ими полуграмотные люди, новая власть, что их подопечным старикам тоже нет никакой помощи. Они говорят, что стариков стали обворовывать. Давайте их послушаем. Социальный работник – это та же домашняя хозяйка, только домов у нее не один, а несколько. И домашних трудов, соответственно, больше. И везде надо быть приветливой, веселой, даже если кошки на душе скрипут. Остальки ждут. От родных писем нет, не отвечают. Этот соцработник всегда выслушает, поможет, подскажет. Только бы попался хороший человек. Если бы не она, ну и бы оправдан. Приехала скорая, вас надо, ну инсульт надо в госпиталь. Я в госпитале, я иной лет войны. Первой группой участников боевых действий лечусь в госпитале, пенсионер военный. Поэтому в госпитале. А кто вас будет собирать? Я одинок. Надо, чтобы кто-то собрал. Ей позвонил прямо домой. Это уже буквально после 7 вечера. Говорит, Степанович, подождите, может подождать? Ну, скажите, дайте старшему по скорой. Она, подождите, я сейчас пришлю человека. Найду, пришлю, поможет собраться и поедет с ним. Действительно, минут прямо через 20 человек уже явился. И меня отвезли. Ну, я подняться не могу. Она должна, ну, госпиталь, надо что-то жать. И это буквально 31 декабря. Декабря 2000 года. Падало сильно, в общем, вниз так, все было разбито, все. И с тех пор сказали врачи, ну, недалеко от дома можете ходить с палочкой, все. Приходится, что что-то нужно, да, то с Ирой. Ну, так вот тут близко. У нас продукты я другой раз сама возьму, а то все. Просто приходится, что Ира все делает тоже. Это хорошая, можно сказать, интеллигентная пара, доброжелательная, но встречаются разные люди. Какой-то подопечный полегче, а есть очень тяжелый. Вот, вот, только вот я вот рассказывала, что вот женщина послала меня за бюджетными лекарствами. Пока я поехала в 20-ю поликлинику, на горячую линию позвонила, что меня не видела, не знает и вообще лежит в куче мусора. Прибегаю, хотя я уже выглядела хуже, чем подопечная. Всякое бывает, очень тяжело. А бывают, конечно, люди вот такие понимающие, которые уже много лет снисходительно относятся. Вот так, раздув жалобы некоторых стройков, вновь назначенная директором территориального центра девица из Радыны, начала в начальственном восторге всех, извините, что на фене, там, где партия Радына, там нет-нет, да и не обойдешься. Так вот, начала неугодных щемить. К нам пришел новый человек, который не на своем месте. Человек без опыта работы, без знания жизни 28 лет и без высшего образования. Я уже не говорю специального образования по нашей специальности, а вообще без высшего образования. Этот человек не входит ни в чьи положения, значит, у него только амбиции. И то, что ее поставил сам Алексей Костусев, потому что она с Радыны, потому что она от Маркова. Ну а чего? Еще повезло. Могли бы вот этого экскаваторщика со свалки Дальницкой карьеры поставить главой службы. Он, правда, по-русски плохо понимать. Зато на свалке Маркова служил и тут сможет пролить городской службой. А что? Я невольно вспоминаю Бунина окаянные дни. Как писатель ходил по голодной лихой Одессе, всматривался в хари пришедших к власти и ужасался. Лица мужчин преступные, как на подбор, иные прямо сахалинские. Голоса утробные, первобытные. На эти лица ничего не надо ставить, и без всякого клейма все видно. Конец цитаты. Сейчас тоже окаянные дни. Бывшая сотрудница говорит, что людям стало незачем приходить в территориальный центр социального обслуживания. Раньше им помогали. Тамару Валерьевну, восставшую против нового порядка, или хаос, уволили. Если при Гурвице им давали паечки, им давали холодильники, телевизоры, газовые плиты, сейчас они ничего не получают. Хлебные карточки тоже лишили. Поэтому людям нечего туда приходить. Это уже надуманные отделы, особенно там есть отдел медицинский, доктор руководит. Туда вообще никто не приходит. Приходят частным образом его знакомые, за деньги он им делает массаж. Вплоть до того, что он уже превратил терцентр в частную лавочку, в субботу к нему тоже приходят на прием. У него топчанчик, отдельный кабинет, и я не думаю, что он не делится с директором. Точно так же отдел адаптации, адаптации инвалидов. Никакой адаптации у нас в терцентре нет и близко. Никто эту адаптацию не проводит. Нет ни специалистов. Есть заведующие, получают зарплату как заведующие, но адаптации у нас нет. Эти люди должны иметь, их должно быть 300-500 человек, но они должны быть медицинское заключение у каждого, каждый год принести медицинское заключение, что ему нужна вот такая-то адаптация. Нет этого у нас. Есть натуральный отдел, грошевая допомога. Там, если человек 300 за год получит, и то вряд ли материально, а их должно как минимум 500. А больше чего им приносить свои документы, если никто ничего не дает? Люди не приходят, а зарплата идет. То есть штатная раздутая. Знаете, я подумал, что после этих слов ополчаться, рассвелепеют прикормленные работники терцентра. Что началось после моего сюжета из психоневрологического дома-интерната. Того, что туда нагрянула комиссия, из тех, кто был уволен когда-то, из тех, кто брил женщин наголо, и тех, кто возмущался, тех женщин связывали, заклеивали рты скотчем. Мы покусились на святое, на их кормушку, зарплату, должность. Они до сих пор гадают, кто нас нанял, а никто. Совесть. Этот раз, чувствую, будет то же самое. Нам говорят, что в терцентре крутят деньги. Стали уже не только забирать деньги государственные, а уже забирают деньги целевые, которые для инвалидов, для одиноких людей, материальную помощь. Они по четыре месяца ждут, забирают справки. Им присылает департамент деньги. Эти эти деньги крутят колесами. Я на это обратила внимание с самого начала. Я написала, что деньги приходят к людям на полтора-два месяца позже. Такого в жизни не было. Деньги должны в течение трех дней быть розданы. Мы даже не знаем о том, что они есть. Потому что ими пользуются те люди, которые приближены к директору. Допользовали, что у них уже 12 700 недостачи в кассе. Помню десятилетние давности съемки. Знаю, тогда стрелькам праздники устраивали. Торжественные обеды, чайпития, множество мероприятий. Теперь КРУ сидит в терцентре. Уйти из водчины родынцев не может. На момент съемки этой программы все там проверяет. А Тамару Валерьевну уволили. У нас с Тамарой Валерьевной, там такие неважные дела. То хотелось бы сказать за нее сколько-то хороших слов, потому что она достойна этого. Это человек ответственный и чуткий. Она к людям относится. А люди в основном какие? Больные, старые, которые требуют, конечно, внимания. Вот, поэтому таких бы людей побольше было, как Тамара Валерьевна. Что можно со своими проблемами прийти. И к ней просто. И она всегда посоветует. Всегда вот таких бы людей. С них пример надо было брать, а не гнать их. То, что сделали. Администрация сочла нужным уволить кадрового сотрудника, начальника надомного отделения, вот Скородумову Тамару Валерьевну, о которой все подопечные говорят. И они ее знают очень много лет. Потому что она изначально с 96-го года, вот как образовался наш терцентр. И она была здесь. И она работала на разных должностях. И, кстати, была директором этого терцентра одно время. Ну, а вот сейчас новому руководству оказалось, ни она не нужна, ни ее опыт, ни даже то, что для пожилых людей она была в какой-то мере как мама. А вот где-то, по-моему, с Мая Тамара Валерьевна, начальника отдела нашего, взяли и уволили. Но я вам должен сказать, что такого человека я вообще не встречал в своей жизни, честно. Ну, положительный человек и все. Еще когда родынцы подкупали на выборах людей Киевского района гречкой, привезенной на мусоровозе. Народится жадно, будто в блокаду хапал эту позорную гречку. Я до последнего думал, может, не выберут. Ну, ладно, скромятся гречкой, но не факт, что выберут. Ладно, не выбрали, но сфальсифицировали выборы в пользу Маркова. Но многие же голосовали за него. И его шатию братьям никто особо не протестовал. Правь нами, боярин и мир. Ну, он и правит до сих пор. Со сподвижниками. С другой стороны, начальница этого терцентра, молодая особа, без высшего образования, обременена детьми, может, не справляется с чем-то, может, бывшие сотрудницы что-то преувеличивают. Протекция родына не говорит о человеке, как о полном негодяе или тунеядце. Я туда поехал. Диектрису не застал. В отпуске за свой счет. Мне так сказали, что на работу она действительно не ходит. Пару раз в неделю. Ну, может, вызывают в горосполком часто. Поэтому редко на работе появляется. Мы опять-таки открыты для всех. Прошу, если захотите, объясниться, пожалуйста. Но я вас на работе ловить не буду. Тем более, вы там практически не бываете. У меня время ограничено. Так что, если захотите, welcome. Приглашаем к нам. Ну, а на этом программу я заканчиваю. Всего вам доброго. Встретимся на следующей неделе. Субтитры сделал DimaTorzok